Но самое интересное, что Александр Стоиногло стал генеральным прокурором по конкурсу, по тем критериям, которые были выдуманы тогдашним министром юстиции Олесей Стамати. Со всеми этими персонажами в аттестационной комиссии, которая выставляла оценки по этим критериям, он победил чисто. Оставьте человека работать. У него 7 лет. Он должен работать. Хотите, приглашайте его в парламент, организовывайте слушания, отчеты. Но вместо этого они организовывают, вносят поправки в законодательство. Вообще каждый раз, когда под определенную ситуацию или под определенного человека, когда им надо убрать какого-то одного человека, вносятся поправки в целое законодательство, это всегда говорит о злом умысле. Так не делается, ребята. У вас один человек, от которого вы хотите избавиться, и вы начинаете ломать, прогибать под себя законодательство. Это плохотнюкизм. Самый настоящий. Так же делал и он. Но они хотели его просто убрать. И под это, значит, подгоняли, так сказать, всю законодательную базу. Хочу напомнить, что под это дело был зачищен Высший совет прокуроров. Что там делает министр юстиции, для меня загадка. Но почему там нет самого генерального прокурора в Высшем совете прокуроров? Это вопрос, в общем-то, открытый. Его нет. Под этот шумок убрали главного прокурора Гагаузии. Чем обидели Гагаузов, в общем-то, им неприятно. А потому что там приняли, что какие-то родоплеменные, так сказать, сработают истории при оценке деятельности прокурора. Все.